В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харли на главной криминальной теме сегодня. Руссо-туриста облика морали. Кого вербуют для фасовки и продажи наркотиков в России? Если у вас иностранный паспорт, своя винодельня или земельный участок, самое время перечитать законодательство. Побывали и не задержались в местах не столь отдаленных. Российские журналисты получили самую престижную награду уголовно-исполнительной системы. История употребления наркотических препаратов восходит к цивилизации шумеров, а это за 5000 лет до нашей эры. Стоит ли удивляться тому, что избавиться от наркотиков не удается? Мировые наркокартели меняют способы доставки наркотиков в Россию. Профессиональным контрабандистам в нашей стране стало работать крайне затруднительно. Поэтому их все чаще пытаются заменить обычными туристами, которых вербуют или используют в темную. По данным ФСКН, граждане Украины нередко используются организаторами преступных групп в качестве закладчиков и наркокурьеров. Буквально в прошлой программе мы показывали таких злоумышленников. И вот следующий пример не заставил себя долго ждать. Группа состояла из 30-летнего жителя, точнее гражданина Украины и его 28-летней жены, гражданки России, которые уже несколько лет жили в Рязани. А также 28-летнего украинца, который присоединился к ним в феврале текущего года. Только при себе у них было изъято более 3-х килограммов запрещенных веществ. После того, как в апреле и мае текущего года сотрудники полиции обезвредили ряд наркокурьеров, представлявших один и тот же нелегальный интернет-магазин, удалось выйти на следы других лиц, занимавшихся снабжением дилерской сети синтетикой. Работу по интернету я нашел? Да. То есть людей этих в глаза не видел. И какие веса в ваш адрес приходили? Объемы наркотиков? Сообщники проживали, как самая обыкновенная семья, правда, традиции берегли свои. В то время как законопослушные люди собираются вместе, смотрят телевизор или лепят пельмени, эти также дружно изготавливали и фасовали спайсы. Развозили товар на трех автомобилях, которые в целях конспирации использовали по очереди. Какой целью приехал в Россию? Заработать денег на ремонт. На чем заработать? На ремонт дома заработать денег. Сообщники выбрали весьма неудачный способ поправить свое финансовое положение. Они могут провести в местах не столь отдаленных всю жизнь или солидную ее часть. Принято считать, что рыбалка – дело хорошее и успокаивает, и удовольствие приносит. Главное – правильно выбрать способ. Подробности следующей истории знают только участники. Но суть вот в чем. Компания мужчин собралась в одном из фермерских хозяйств Спасского района по случаю. Один из этих мужчин работал, подрабатывал, так скажем, у хозяина этого фермерского хозяйства. В тот день он собирался зарезать быка и позвонил своим друзьям, которые ему помогали. Мужчины выпили, некоторые из них уехали, а вот между двумя оставшимися возник серьезный спор. Один собирался ловить рыбу сетью, второй был категорически против. Настолько, что в его руках оказалось заряженное ружье. Единственный выстрел стал смертельным. Сам стрелявший заявляет, что происшествие – досадная случайность. Он просто поскользнулся, упал и нажал на курок. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Кому не хочется повысить свои трудовые показатели, тем более если эти цифры отражаются на премиальных. Но представьте, что вы никогда не нарушали закон, а вам выносят административное наказание. Такой неприятный подарок преподнес некоторым добропорядочным гражданам инженер одного из лесничеств Рязанской области. Взял чистые бланки протоколов, внес туда сведения лиц, которые у него имелись в наличии. После чего указанный протокол направил в Министерство лесного хозяйства. Данные были взяты из документов, которые у них уже были в лесничестве. То есть указанные люди когда-либо оформляли земельные участки, договора какие-либо заключали. К счастью, фиктивные протоколы вовремя обнаружили и дело не зашло дальше. Тут, собственно, посоветовать можно только одно. Учитывая, что в современном мире на каждом шагу приходится оставлять и дублировать личные данные, чтобы не произошло, берегите свою нервную систему. Желающих заработать на вашем честном имени может оказаться немало. А сейчас, внимание, с 1 июня в России вступили в силу новые законы и нормативные акты, о которых следует знать. Для водителей общественного транспорта иностранцев с 1 июня пошел новый отсчет. Они смогут управлять маршрутками и автобусами с нероссийскими правами еще два года. Маршрутчиков изменения коснутся в первую очередь. После нескольких крупных аварий в последние годы государство хотело обязать всех приезжих сдавать экзамены в России. Однако в текущем виде закон коснулся бы жителей Крыма и белорусов. Поэтому депутаты в последний момент дали себе еще два года на доработку документа. Вступают в силу и поправки в закон о производстве и обороте этилового спирта. С 1 июня все непродовольственные товары, в составе которых есть хотя бы полпроцента алкоголя, должны иметь особую лицензию. Изменения коснутся производства бытовой химии. Например, средств для бритья, дезодорантов, некоторых видов клея, моющих средств, а также косметики. При этом в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка отмечают, новый закон создан в первую очередь для контроля за оборотом пищевого спирта. Поэтому он не затронет духи и другую парфюмерию. В конце месяца бытовую химию и косметику выведут из-под действия документа. Критики закона утверждают, если ведомство не выполнит этот пункт, то компании будут вынуждены потратить порядка 2,5 миллионов рублей на получение лицензии и переоборудование производства. С первого дня лета вступил в силу комплекс мер, направленных на поддержку отечественного виноделия. Теперь сельхозпроизводители смогут выпускать игристые и обычные вина из собственного винограда. Они также получат право хранить его, перевозить и продавать оптимы в розницу с одной лишь оговоркой – не более 50 тысяч литров в год. Кроме того, вводится особая защита для специальных марок с географическим указанием. Также с июня муниципалитеты начнут изменения границ земельных участков. Это важно для тех владельцев, чьи наделы до сих пор не внесены в кадастр или в нем значатся неточные размеры. Стоит обратить внимание, что через три года без верной информации из реестра участок нельзя будет продать или подарить. Несколько веков назад не было ни радио, ни телевидения, ни других чудес техники. Несмотря на это, царя Петра в 17 веке волновал вопрос политической пропаганды. Ученые и литераторы брались за перо и выпускали частные газеты. Считалось, что именно пресса выражает общественные мнения и факты, с которыми не поспоришь. В эпоху Возрождения журналистика была революционной, во времена царских особ – скандальной. Перемыть косточки первым лицам всегда было любимым делом общественности. В Советском Союзе только пропаганда. А в наше время, слава богу, дожили до абсолютной доступности информации. Сегодня журналистика становится все более аналитичной и жесткой. А телевидение, кстати, несмотря на романтическую привлекательность, обладает потрясающим свойством хоронить таланты. Лишь единицы получают возможность выжить в конкурентной борьбе за эфир. На минувшей неделе лучшие журналисты страны вышли на сцену Минюста России за своей хрустальной совой – главным символом управления Федеральной службой исполнения наказаний. Вот уже девятый год «Хрустальная сова» является самой престижной наградой смотра конкурса на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы на «Страже порядка». При этом дислокация проведения финала конкурса постоянно меняется. В 2010-м победители чествовали в Самаре, затем в Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Новгороде. В этом году церемония награждения состоялась в Москве в зале Минюста России. Меня зовут Остап Григорианц, я из Кемерово. Сейчас работаю на РЕН-ТВ Кузбасс, шеф-редактором новостей. Здравствуйте, меня зовут Елена Агаркова. Я работаю в государственной телерадиокомпании «Бера». Это еврейская автономная область, город Биробиджан. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Чертыковцев. Мне 30 лет, 6 из которых я посвятил работе на Тамбовском государственном телевидении. Меня зовут Милена Сабанова. Живу в многонациональной и очень красивой республике Северная Осетия-Алане. Здравствуйте, меня зовут Павел Кутаренко. Уже 13 лет я работаю на телевидении, и за это время мне удалось побывать и не задержаться практически во всех учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и Ленинградской области. Ежедневно именно глазами журналистов, зрителей и читателей всего мира видят главные события. Писать о тех, кто работает за колючкой или отбывает там наказание – дело сложное и порой неблагодарное. В региональных СМИ нет права на чрезмерную жесткость и превращение любой откровенности героя в сенсацию. В маленьких городах такого не прощают. И прежде всего мы отбираем тех журналистов, которые, на наш взгляд, все-таки были честными с нами, а не заказными. И, наверное, мы тем самым какой-то такой, знаете, есть такой естественный отбор. И мы показываем правила игры, как надо с нами играть, когда с нами играть правильно, и мы играем правильно. Всегда находим общий язык. Мы понимаем, что у нас одна цель. У нас нет цели кого-то унизить или сделать что-то хуже, скомпрометировать. Наша цель – решить проблему и показать ее. Потому что если проблему не вытащить, ее никогда не решить. Валерия Врубель – спецкорга ТРК Адыгей. Для своего сюжета она взяла такую тему, как адаптация бывших заключенных. Недаром несколько лет работала в спецучилище для малолетних преступников, которым в силу возраста нельзя назначить реальное лишение свободы. Преподавала маленьким хулиганам танцы. Кто, если не журналисты, расскажут о том, как человеческое отношение способно вернуть к нормальной жизни? Даже тех, кого уже записали в изгои. Из него делают патриота. Я это вижу, я это чувствую, я об этом пишу. И мне это очень нравится. Когда люди говорят, что места не столь отдаленные, на самом деле мало кто задумывается, насколько это близко. Если мы задумаемся, вот, наверное, у каждого из нас есть или друг, или знакомый, или коллега, который когда-то оступился. У меня, к сожалению, когда-то отец тоже был осужден. Лариса Коркина из районной Можайской газеты «Новая жизнь» сама могла бы стать героиней статьи или программы. Дочь донецкого шахтера, жена офицера, фармацевт по одной из профессий. Она уверена, молодым соратникам нельзя оставаться равнодушными. Работать журналистом я пошла на пенсии. А до этого я 16 лет работала комендантом военного городка Горетова Можайского района. Поэтому у меня это в крови. Тема так называемых криминальных журналистов гораздо шире периметра с колючей проволокой, куда все мы приезжаем за сюжетами, репортажами и статьями. Здесь практически не бывает сенсаций, а за каждым интервью целые жизни. Самих осужденных, их родственников и многочисленных потерпевших. Бывает непросто удержать эмоции, сохранить объективность и при этом рассказать правду. Я когда общаюсь с человеком, я вижу человека. Для меня вот он исключительный человек. Неважно, совершил он преступление или нет, он для меня человек. Светлана Буланова из города знаменитого автомата Миколашникова, пельминями и бурановскими бабушками отправила на конкурс сюжет о четвероногих помощниках сотрудников СИН. Всего же в конкурентную борьбу за первое место вступили более 300 журналистов из 74 регионов России. И лишь 50 работ было отобрано в номинациях. Кроме того, были отмечены представители информагентств «Россия сегодня», «ТАСС», «Интерфакс», «Российской газеты», «Телеканалы Россия», «ОТР», «НТВ» и «Пятого канала». Недавно даже, а целый день в порядке эксперимента проработал в легендарном следственном изоляторе «Кресты». Мы выбрали работу в поле. Это должность младшего инспектора отдела режима. Если по-простому, тюремный надзиратель. Живлю! Собираемся в следственный кабинет. Крустальные совы снова разлетелись по всей России. Впервые на церемонии награждения присутствовали представители зарубежных посольств в Российской Федерации. Этот альянс представителей уголовно-исполнительной системы и средств массовой информации оказался настолько удачным, что и мэтры журналистики, и высокое начальство управления прогнозируют весьма плодотворное будущее. Приятно было увидеть в числе дипломантов нашу рязанскую коллегу Александру Тиняеву. Она с честью представила номинацию в наш институт. Телекомпания «Город» в этом году стала победителем в номинации «Лучшее освещение деятельности УИС» на региональном телевидении. Победителем в номинации стала автор и ведущая программы «Вызов принят» телекомпания «Город» Олеся Харлина. Она сняла сюжет о работе конвойной службы УФСИН России по Рязанской области. Стоит отметить, что буквально два года назад именно на этой сцене Олеся уже вручался спецфриц директора УФСИН России. И это уже вновь заслуженная награда. Объективное освещение событий, происходящих в системе в целом, объективное освещение событий, происходящих в ютилитеральных органах и в ее учреждениях, это дорогого стоит. Спасибо вам за понимание, спасибо вам за правдивость, за честность. Я надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество с вами. Спасибо вам. Пользуясь случаем, коллектив программы «Вызов принят» выражает благодарность всем рязанским сотрудникам СИН России. В первую очередь мы благодарим очаровательных сотрудниц пресс-службы, которые всегда, оставаясь за кадром, вместе с нами работали, находили героев и переживали за результат. Каким бы талантливым ни был журналист, интересными его работы делают именно герои. Это были главные темы недели. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.тв. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин